Всем привет! Вы на канале Купцов Гараж, я Денис, он Максим, и это шоу-журналы. Ноябрь 2000 год, то есть там был у нас начало 2000 года, январь. Там мы шагнули в новую милению, а тут мы прощаемся с 2000 годом и переходим в 2001. Сегодня два будет выпуска журнала «За рулем», ноябрь 2000 года и март. Март 2001 года, очень интересный журнал. С ценником. 55 рублей. 55, это вот как это в те времена? Охрен его знает. Я помню то, что «Автомир» стоил 3 копейки, было без проблем его купить. А вот «За рулем» уже, мам, ну купи «За рулем», она, ну ты... Я помню, когда «Тупгир» вышел, блин, «Тупгир» стоил, ты помнишь, сколько «Тупгир»? «Тупгир» стоил рублей 300, по-моему, я уже не помню. Тогда еще помнишь, рекламируется... Так он, извините, он был толстый. «Тупгир» круто сделал, мы принесем на следующий выпуск «Тупгир». Конечно, ну не на следующий. Блин, ну не дошли, у нас четвертый. У нас еще 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 год. Еще 7 лет, короче, до выпуска. Да вам долго ждать. Что, давай, мы будем. У нас, что у нас сразу? Сразу с обложки. Сразу парижский автосалон. Суперфутуризм. Потом, что мы? Цены. Аудиорыны. Я предлагаю парижский автосалон, потом полноприводная «Иш Ода». Да, я сейчас сразу «Мобихел». 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 «Тарту варт». «Тарту варт». «Тарту варт». «Тарту варт». То есть такие, блин, бренды, блин, ну пипец. Так, и начинается у нас, у нас... Что? Это «Выхлопов». 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 «Юрий Выхлопов». «Опять фут». «Займите денег на Сапорожец». Подарите Сапорожец. Что ты пролистнул? Опять «Форд Фокус». Мы не обсудим. «Самая продаваемая машина». «В Европе в 1999 году». «Да, 2000». «А это вот «Универсал». Там был хэтч. «Легендарный». «Шпиц хейкер». «Шпи-с». «Шпи-с». «А где-то...» «Там шпиц должна была». «Да». «А, шпиц, шпиц». «Это же ли вообще легендарный». «Блин, ну офигеть. Импортер Россия, офицер Интерколор. Ёма, ну я вообще...» «Ты вообще...» «Я просто уже позже к этому всему». «Вот, вот». «Чем удивил Париж». «Это парижский автосалон». «Чё мы тут видим?» «В 5-й». «А это не тот ли Б 5-й, который лютый-лютый?» «Смотри, чё...» «Кёнигсик». «Гран-туризма по-шведски». «Уже был Кёнигсик». «Да ладно». «А-а-а-а-а-а-а. С54. Без наддува 102 силы с литра. Ну легендарно». «Легендарно». «Просто вообще». «2000 год». «Каррера-Джетти». «У меня на этот счёт, кстати, есть ещё журнал». «Каррера-Джетти». «Да, единственный Порш с В10». «Не могли Каррера-Джетти сюда вставить?» «Можно я вставку вставлю?» «Это единственный Порш. Ну, вот этот...» «Это был бум В10». «Это был В10 Ауди», «БМВ». «Подожди, это ещё рано». Так появился пятый год. Ну, я имею в виду, бум-то был, вот они V10, очень сложная машина, нереально сложная машина в Украине. Нереально сложная дорогая. В России много было, много разбили. Очень сложная, очень крутая, очень сложная. И автоваз у нас тут, Питер Турбо. Питер, Питер Турбо. Придумана в Тольятти. Есть где-то журнал, где про неё всё написано. Она не ездила, у неё был, ну, короче, это макет колёсик. Она, то есть, ничего. Там только двери открывались, что-то ещё, ну и всё. Короче, неинтересно, какой-то парижский автосалон. Потом шляпа там, что взял? Ода. Ишь, Ода у нас, что? 36-я. Цены, цены, какой Ода? Да давай так листай по порядку. Не-не, да там неинтересно. Ну, знаете, были бы мы в АГЭтиме, мы бы обсудили, что-то. Конечно, 4.4 Турбо, нифига себе. Мы бы обсудили. Мы бы, это круто. Ну, я не могу ничего. Октавия РС, 1.8, 20 клапанов, 132 киловатта. Гонял себя как-то с такой. Да. Да. О-о-о. Чё мы тут видим? Одиозный. Блин, вот они вот тогда, вот это вот они любили. Да-да. Одиозный там. Типа, м-б-а-а-а. Ну, нет, типа, как-то вот замешает название в какое-то слово. Да ты посмотри. Пикап. Пикап. Где это всё сейчас? Полноприводный пикап. Полноприводный хэтчбэк. Полноприводный хэтчбэк. Они есть. Ты смотри. Передний чё, от Неваса? От Неваса. Нет, по-моему, не от Неваса. Да, почитаем. О, изюминка трансмиссии. Оригинальная раздаточная коробка. Свою раздатку изобрели. Передний подрамник. Смотри. Ещё одна отличная черта Оды. Мощный подрамник передней части. Так у неё же Макферсон спереди. Поэтому вообще всё просто. Да, у неё же там круто всё. Свою раздатку сделали. Туда-сюда. За рулём 98-го года уже. 90%. Но одно дело штучная сборка на подъёмнике, другое дело массовый выпуск на конвейере. Технологии и масштаба производства разнятся радикально. Вместо 15-20 автомобилей в месяц надо выдать несколько сотен. Казалось, проект забуксует. Но нет. Смотри, морда какая. Лянча. Просто лянча на тебя смотрит. Как Моретты фары на Сиерах. А, это Карлотто Автоваз. Там АТ-34 вроде как фары. Ну, они там... Хелла обычно. Ну, Хелла, да. Хелла. Много где ставилось. И у нас что? УАЗ-Симбирь. Симбирь. Он красивый. Обязательно, что Симбирь? УАЗ-31-62. Допатриотная машина, да. Так это 2000-ый год. Патриот когда вышел? В году четвёртом? В третьем? В пятом? Ну, я не знаю, я не знаю. Ну, он, наверное, в пятом где-то. Ну, прикольно. Мне нравится, как он выглядит. На эту похож, понял? На Ивека всякие фуры, которые были. А, да, да. Капот такой. На Исузу. Исузу. Труппер, да. Винстон. Вот. Вот сразу вот реклама мускулинности вот этой всей. УАЗ-Сидит. АК. АК. Мягче, тонче, деликаче. Ё-моё, сравнение амортизаторов на АКУ. КОНИ. Боже, боже. КОНИ, МОНРО, ГАЗМАТИК, ПЛАЗА, КАМАЗ. Всех победил. Чё, КОНИ делали амортизаторы на АКУ? ГЗА. Принято считать, что подбор амортизаторов принципиален для скоростных автомобилей, но оказалось, что и крошка АК весьма щепетильна в настройке подвеса. Ё-моё, щепетильная она, а? У наших ОК-водов до 1000-х годов как раз наметились проблемы с подвесками, а посему было решено приобрести комплект родных амортизаторов производства КАМАЗ, а также изделия фирмы ПЛАЗа, МОНРО и КОНИ. Попутно выяснилось, что на АКУ ставят амортизаторы не только собственного производства, но и сделанные в Белоруссии и в Гродно. Их характеристики несколько отличаются. В общем, набралось 4,5 комплекта, как и положенные характеристики на рисунках. Вот, МОНРО, вот КОНИ. От них, пацаны, ждёшь необычных изменений в характере машины. Наша, видимо, не слишком прониклась элитностью голландской продукции. Ты знаешь, что он голландский? Нет. Теперь ты знаешь. У меня парши стоят, но я не знал. В сравнении с МОНРО стало немного комфортнее, но ровно настолько, насколько и... Пожалуй, чуть глуще передаётся кузов. Бе-бе-бе-бе-бе. КОНИ вне А. Опа. Такой стойкостью к ямам, пожалуй, не может похвастаться ни один из вариантов. Здесь КОНИ вне конкуренции. Здесь КОНИ, не читая. Ну-ка, где... Какой по цвету КОНИ? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, вот эти. А ты... Ну, Блаза, ну, они, видишь... Ну, ты не угадаешь. Эх, цена, 320 долларов. 323. Блаза, 2000 рублей. А как нам сопоставить? А кому-то надо курс. Мы смотрели, ну, 25-20 курсов. А нет, 2000 год, блин. Короче, нифига себе цена. 300 долларов. Даже при курсе 25. Это, извините, 7000 рублей или сколько? Зарплата была меньше, наверное. Ну, да. То есть у тебя Плаза 2000, КАМАЗ... А как они на АКУ делают? Монро 100 баксов! Монро 100 баксов. И сейчас мы удивляемся, почему, блин, КОНИ стоит пятнаху на 3-4. Вот у тебя прямая корреляция. А, для тех, кто прям быстро активно ездит... О комфорте придётся забыть, наконец. Нифига, бронё. На Порше там, увы, и не было. Нет, там хотя бы было. Тарелки вместо кастрюли. Вот это, кстати, вообще прикольная тема. Ну, это типа нулевик, нулевик. Тюнинг, тюнинг. Как сделать... Мы не будем на этом останавливаться. Без мотора под капотом. Электрическая. Так, это октябрь 2000 года. Нужен за рулём октябрь 2000 года, пацаны. Срочно! Срочно! А чё, это про рекламу. Что такое сигареты? Давай я поверну так, чтобы было целиком. Сейчас уголок надо. Нас в ту камеру надо. Короче, ты, короче, на пляже, ты на пляже, играешь на скрипке. Это Честерфилд! Какая света. Блин, ну тут, не, реклама сигарет это самое интересное, что есть в этих журналах. Да, да, да. Вообще реклама. Да, вообще. Что её столько, что просто... Ну ладно, она такая ещё креативная. Шесть дисков в одном. Шесть дисков. Это чё, пионер? НК масло. Чё это? Накамичи! Блин, он сейчас стоит космических денег, если честно. Зимние новинки от Пирелли. Пирелли-центр! Ну это... Ну чё это за райское время, да? Блин, пипец! Да. Да. Кто слезу пустил, пускайте. Слева берегу... Ой, за МЗФ. Пролистывай, пролистывай за МЗФ! У меня рука отсохла. Тигня скучная. Телефончик. Ё-моё! СМС в апп! Джеперес! В 2000 год! Я не знал, что Джеперес был в 2017 году. Я думал, позже, гораздо. В 2004. В 2004 год. Билайн, GSM. Блин, круто. До фига чего интересного. Не, ну да, кстати. Просто... Рувенол. Рувенол. Столько информации Зиг уже был Другие книги издательства за рулем Вот есть книга одна Карбюраторы Озон У меня она как-то была в руках Я по ней настраивал себе карбюратор на Капидосе Про шестнарь Коля, второй выпуск для тебя Тут шестнарь Как что-то заменить сделать? Надо, ты позвони О, у тебя как раз гидротолкатели Ты звони Берешь ключ на 10 Откручиваешь держатель в проводу Потом на 8 клапан Потом бомрику мотор Просто новый Так это новый мотор Технический центр за рулем Смотри, куда наносить герметик Который как называется 574 Ничего не поменялось 25 лет прошло 24 года прошло Что такое? Короче, прошло 24 24 года Вот Тут у нас Где у нас В камеру Локтает 574 Локтает 574 Ну, кстати, он откуда? О, так это специально для автоваза Это специально для автоваза Короче, берешь потом молоток Долбишь по нему И все делается Нормально Да, вот, давай Давайте БМВ 318 Ай А Это у нас 36 Подожди, это 36 Это 36 или Е46? Я тут не пойму Год, год, год 4 цилиндра 1,8 литра 18 лошадей 26 тысячи 300 баксов Долларов 46-я купеха Стоила 323 Ай Стоила 40 тысяч 39-ка 2,8 Стоила 41 тысячу 42 почти Ну, как бы Блин Ну, а причем Посмотри Которая 39-ка 523-я Дешевле на 10 тысяч Чем 46-я 32 тысячи 32 700 Ну, ладно Тут самая мякотка Это 540 Ай Сразу 68 тысяч И тут же 38-я 87 тысяч Причем 38-я Только на В12 Нет Вот почему 740 А, 740 Вот, 87 тысяч На 20 тысяч Я что говорю И еще плюс 20 ты Да больше 750 И 114 750 И L7 116 А самая дорогая кто? Z8 Z8 160 Блин, ее можно Знаете ли Ну, да Время было X5 4,4 7,7 тысяч Офигеть Дороже 39-ки Четырехлитровый Чуть-чуть Чуть-чуть На 10 тысяч Но при этом давай Она дороже На 34 Давай сравним 34 еще на сдачу Ford Expedition 62 тысячи Ford K 9300 Ford K 1 Что, дюйма Что это название? Да хрен Название Mercedes C240 52 тысячи Mercedes вообще Самые дорогие Очень дорого Так Mercedes Мерс, смотри Это что-то с ценой Они 0 Перепутали На 0 Лишнее Ну ладно G500 105 тысяч И вот у тебя G500 105 тысяч Или X5 4 4,7 тысяч Porsche Посмотри Porsche Boxer 52 тысяч Дешевле, чем Как 39 Сейчас Carrera 4 96 тысяч Стоит Как X5 На 10 тысяч дороже X5 И на 10 тысяч Дешевле А она как Как E38 Ну да Как 38 И на 10 тысяч Дешевле, чем этот Смотри, у нее конкурент Мерс какой у нас был А целей даже нет А вот SLK А S500 120 тысяч И Porsche Дешевле На 20 Ну да Такое Вече Офигеть Время И Saab 45 тысяч Ну Saab А Honda Смотрите, сколько стоили Honda Legend Хонда Civic 18 тысяч Хонда Civic Вот Ну Как бы Jaguar XJ 96 XK XK 110 тысяч 110 тысяч Баксов Блин, да Toyota Corolla Ах, смотри Крузак Сотка Крузак Сотка 70 тысяч Mitsubishi Pajero Вообще, кстати Относительно Недорого Самый дорогой Nissan 32 тысячи 100 47 Под вольт 3.0 Дизель А, ну да Ну 47 Тут они не по ценам Они как-то Индостранные Давай дальше Давай, давай Audi Будем смотреть? ТТ-шка Слушай, а ТТ Полуров 2.7 А 8 4.2 99 тысяч BMW вообще дороже всех Почему? А 8 4.2 На десятку Дешевле, чем Ой, дороже, чем Четырехлитровая 38 А, ну да BMW вообще по ценам Самая мякотка Самая камень Не, ну то, что Блин, у тебя 46 Купай дороже, чем 39 Просто в то время У тебя есть деньги Если у тебя есть Условно 30 тысяч Долларов Ты идешь, покупаешь 3.2.3 Ай, а 39 Ну а чем она тебе нужна? Офигенно, Макс Это 170 сил Дорестик Офигенный На томате За 30 тысяч А у тебя конкурентов-то нету За эти деньги Ну давай У тебя что У тебя в эти деньги Ты можешь себе импрезу купить Как бы, ну извини 39 Ну это другой класс Я говорю про седаны Сап 9.5 Сап Дороже Да Альфа Ромео Макс 47 тысяч 166 166 Она, блин, такая классная Она офигенная Она офигенная Слушай, это красивше Да они все офигенные Все Просто она стоит почти полтос А у тебя 30 А вот бэушные, кстати Пятая серия Седьмая серия Год, год, год Надо смотреть год Да вон, смотри, пожалуйста 6 тысяч Нет Да, это средние цены Это Ну, 98-го года Е39 Стоит 25 тысяч Ну, а новая 32 Вот тебе и все Ну, это опять же Это средние цены Без учета мотора Пробега Ну, там Пробег 20 тысяч Более 20 тысяч километров Скрутили все Ну, вот тебе и все За три года можно накатать Цены дилеров Это что у нас? Что? Цены дилеров Опа, да Вот, Audi Маркедеки УАЗ, УАЗ УАЗ БАРС Ух, название какое Цвет океан Комплектация ГЭС МАВД ГЭС МАВД А цены даже нет А, от 10 тысяч А только всех Фулл опшн И вот номер Можете позвонить Спросить Что за пацаны Остались в вазике ВИБАСТО опять Опять ВИБАСТО Может Херхер ВИБАСТО Что у нас САГА 6 Ладно, все В мусорку Какую в мусорку? Ну, не в мусорку Так, и что Самый вот Долгожданный Наш Блин, ну там тоже Что-то интересное Там сравнение 46 Это Вольво И Мерседес Это в следующих выпусках Короче, следующий Да, долгожданный Мною выпуск Это выпуск 2001 год Март Да, это про Десятку купе Легендарная машина Ну как легендарная Ну, ее не выпускали Ну, машина-то легендарная Легендарная Ты сейчас, если в гугле Ведешь 21106 Подожди Наверное, машин Десять-то есть Да есть Они и в ралли выступали И в любительском ралли выступали Их и били И варили И переделывали У нас немного Вот такая Да ничего страшного Беда Симбир от Датамаза Ну, что-то О! Это начало Время было Страница 6 Цубиша, АСХ Цубиша АСХ Прикольно Давай дальше Дальше А что дальше? Кого дальше? А что-то их Да фиг с ними Не, ну тут хоть Как-то что-то это О! Субаряло Субаряло Ковшички Так, тут у нас Блин Короче, какие-то салоны Блин, прикол, что Даже с этих машин Тут уже вообще нет В смысле, что Их даже не выпускают А, блин Ты смотри Это же какой-то Известный логотип У-сервис Он сейчас где-то Я видел на машинах У-сервис Тут есть Резюме Стоит ли отвечать Понравилось ли Или не понравилось Субару Импреза Автомобиль созданный Чтобы получать удовольствие От вождения Не может не нравиться А, вот что мы хотели Можно сколько угодно Придираться к нежности Интерьеру Но вкусив Прелесть управления Послушной и понятной В то же время Очень мощной машиной Вы наверняка Ох ты, ёпт Да подожди, подожди Смотри Доджвайпе 2003 года Это реестр уже Который следующий Это вторая генерация Самая лучшая машина GT2 вообще их нет Да Их нету Кроссфайр какой мог быть Блин GT2 вообще очень Очень И у нас что? Это да Первая серия Блин Но тут она называется BMX купе Смотрите, как она выглядит Это вообще легендарно Ну да Вот так вот Просто Е870 Да, у неё прям все формы Изгиб капота Бампер Даже черты бампера Этот дизайн Потом уже пришёл И Z4 Вот у неё Прям очень похожа форма Фары Ноздри как сделаны Как у неё вот эта вся выпуклость Её Очень красиво Очень красиво Почему? Концептуальный BMW X купе Выбивается из общего стиля Но не из темы Четырехместное купе С оригинальным Асимметричным обликом Под его капотом Шестицилиндровый турбодвигатель Уже M54 Турбодизель Как ты читаешь? Турбодизель Привод, разумеется, на все колёса В отделке причудливо сочетается Дорогая кожа Полированный алюминий И неопрен Обычно Гидрокостюмы А навигационная Навигационная система Не только указывает Водитель, куда ехать Но израиль Поворачивает фары В сторону следующего поворота Ну это, короче, просто разработки накидали Ты смотри Этот козырёк узнаёшь Козырёк И там вот это Углубление Опять E87 Да, да, да Это просто притеча E87 Так, всё, это убираем Ну это уже, слушай Это уже год какой 2001 год Ко-любому были Конечно, были уже Наработки, наработки Они так показывали Ещё у нас E53 Роскошь бюргера И практичность викинга Видите? Практично 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 Ну как сейчас? Только мы не знаем Сейчас опять практично Ну да То есть, вот это есть И больше всё Но где-то дальше, может, найдём Да не, по-моему, нету Ну а может и есть Ну давай, тут её уберём Вот эти листочки Блин, тут концепты Мы их пролистали уже Концепты Мы пролистали уже Смотри, Volvo Это скучно GMC TerraCross Такое Такое Блин, тахо классный Наше знакомство Прикольно Прикольно Опа, опять Директор в МПА Рассказывает о новой пластичной Смазке Ну понятно На правах реклама Сразу, вот смотрите, реклама Эх, эх ты Тут алексарь ЛС 4,3 VVTi 3UZFE Круто Да? 3UZFE 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 Боком Дрифт За рулём Смотри У кого У кого так же Логотип наклеен Купцов гараж Ты не видишь, что Они делали Разные колёса Да, да, да И смотрели, как ведёт Вся машина Принклюванный автомобиль Обутый в зимние шины Подходит Проходит поворот По задней траектории На передней оси Те же зимние шины Сзади летние Тот же манёвр Та же скорость V85 Совсем другое результат Торможение перед поворотом Приводит к заносу Задней оси Всё, всё, давай, давай Круто ГБЦ С гидриками Ооо А, это модернизация Этого мотора Извечного Обновлённый двигатель Нивы Соответствует Самым высоким Двух поколений ВАЗ-214 ВАЗ-2123 2001 год 23 года назад Всё Да, да Вот у него 23 года Башмак Натяжитель успокоителя Развитый С изменённой рабочей поверхностью Выполнительного материала Натяжитель цепи Пружинного типа С гидравлическим демпфером Кто-нибудь хочет узнать Какая наконец-то мощность Вот смотрите Я вот до сих пор не знаю Сколько в 1.6 мощность Да, давай Это 1.7 Ну ладно Короче У карбюратора 78,9 У центрального Впрыска 76,4 Но у распределённого 80,9 81 лошадь Ой, ма Полноприводный Москвич 21,44 Калита Ух ты Да Вот это Качающие рычаги Мельников Как тебе такое Как у Ауди Привода Раздатка Там же Передний дифференциал Из неё сразу Кардан И задний редуктор Нет Это есть раздатка Он нависит на опорах Нилских Да это одна коробка Как у меня на Порше Только сзади Флайн Как у Порше У Москвы Занесу Ф7 У 911 А Мотор Рено ФР4 2 литра 145 лошадей 185 крутящего Мощно Жалко А КП ЗТФ4 HP22 Нет Это лада какая Это с комфортом Принятым вооружением А в недалёком Прошлом Школьники На задних Военных Подготовках Так лада Та-та-та-та-та Чего Штатную Ниловскую Коробку Передачи Укладываю Багажник А до её места Вешают Автоматическую Фирму ЗТФ Гидтрансформатор Дорабатывает Родное Рассчитан На более высокие Параметры Мощности Крутящих Моментов Куда вы Автомат Воткнули Пацаны За автоматизацию Трансмиссии Владельцу Нивы Или ВАЗ 1.20 Надежда Придётся Выложить 3000 долларов Умельницы Готовы Приспособить Автомат К заднеприведности Отечественной Модели Причём Дешевле На 1000 долларов Кто-то Может Что-то сделать Автоваз Не можно Подожди 4ХП-22 Это Е-34 По-моему Да Это Е-23 Начнём С этого Это Е-23 М-30 И заканчивается Всё в 91-м Году В 90-м Году Е-32 Е-34 То есть Это Коробки Уже Тогда 10 лет К ней Выпускают Её Пацаны Сделали К ней Что-то Сзади Какой-то Типа Раздатки Нет Они сделали Смотри Корпус Сделали Раздачу Ну Просто Видимо Туда-сюда Что-то Корданы А дальше Будет Что-нибудь А нет Всё То есть Такая Маленькая Заметка Про автомат Просто Вот такая Маленькая То есть Можно Было Опа Вот Про Калитую Вернулись В коробке Передач Взяв За основу Конструкту 21-41 Уместили Межесевой Дифференциал Заднюю крышку Переделали Под выход Корданного Вала Кстати Следствие Максимальной Унификации Коробок Стала Интересна Особенность Князи И Калиты Опять Название Без Множного Числа Бензобак Оригинальный Стоит За правым Задим Калистом С точки зрения Безопасности Решение Явно Неудачное Проработан Другой Вариант Как на Полноприводных БМВ П-образные Прикрепленные Снизу К днищу В районе Задних Сидей Короче Это Е39 Все БМВ Все БМВ Начиная С какого-то Томбона Е21 Уникальная Машина Все Поставили Потом Забыли Об этом Вернули Вот такая Маленькая Я просто Удивляюсь Статья Весь мир Знал ЗТФ 4HP22 Волгород Динозавры Бегали В те времена Я особо Ничего не знал Мне кажется Скучно Рынки Запчастей Сейчас ты Перелеснешь Ты офигеешь Давай на камеру Покажи Просто Понимаете Уровень сравнения В этом журнале А это что Зачем Это сколько Разгон Да Ну ладно Да Опа 2001 год Опять же Турбо 996 Турбо И автоваз Там как связано Ускорить Ну это видимо Просто они Технически Что-то сравнивают Так Минутка физики Ускорение свободного падения На Марсе 3,7 На Земле 9,8 На Юпитере 23 Короче На Юпитере Прыгать будет больно Да Видимо На Марсе Вполне Блин Ну прикольно Опа Это что Я оттуда вырезал Там Дрэкстер был Я вспомнил Там был Дрэкстер Там был Дрэкстер Да как выглядит Такой Ничего не Опа Нормально Там еще не палится Да-да-да Я же тебе говорю Плазмотрон Нейтрализатор Надо холымагу так называть Нет я на плазмотроне Нейтрализаторе Кстати хорошая идея Так Надо записать Карлик сделай стикеры Плазмотрон Нейтрализатор Эх какой аристократ Написано Оракул по имени Бош Бош Бери Бош И Не надо Так чё тут Морган Аэро Ооо Легендарно Блин Легендарно Да вообще машина легендарна В ней М60 стоит Если чё по заводу БМВ Да-да-да В-образный Восьмицилиндровый двигатель БМВ 32-клапанник Конечно Хотя по удельной мощности Ростер не может Контурировать с Порши Курба И Астон Мартин В-12 Венквиш По дороге Морган едва ли уступит Именитым собрать Что он весит 289 лошадей почему-то В 2-3 лошади Зажали Почему зажали Прибавили Прибавили Ну понятно что прибавили БМВ А момента 436 А где него взяли Ну на брехаль 36 там ездишь Не может это прям Лабораторные испытания Слушай Ну если это лабораторные испытания То вот То вот Джип Фу Фу Ниссан Z 350Z Так Ну Ничего не меняется Так А что мы Мы что-то хотели Здесь по-моему Еще жахнуть Лада Блин Купе Ё-моё Лада Блин Купе Да листай Листай Подожди 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 114 Нет 34 Страница А ее нету Листочка Есть 36 37 35 36 36 Ё О Фух Мало Фух Не-не-не Все вот оно Вот оно Ё Другое У нее подрамник Причем Опять заметим 2001 год 2001 год Какой-то уникальный обвес Уникальные пары Нужно было Нужно было десятку В 2002 Сворачивать Делать другую машину А они такие Сделаем Равенную версию Почему Они Да Сделали Но Как бы Чтобы Типа Это Отработать Какие-то решения Чтобы сделать Другую Но Как бы Да Вот так Что тут надо Зачитать Денис Я сейчас Зачитаю Да Тут чуть-чуть Конечно Видно Ну давай Смотри Тут надо Именно Технику Технику Зачитать Ну ладно Подожди Давай Мало кому Известно Что еще На заре Создание Десятое Семейство Включало Четыре Модели Популярный Сегодня Седан 2110 Универсал 11 Хэтчбек 12 И дополнял Еще один Автомобиль Со спортивным Уклоном Полноприводный Трехдверный Хэтчбек 2113 Был задуман Как своеобразное Развитие Восьмерки Но в силу Ряда обстоятельств Машина Так и не родилась А невостребованный Индекс Достался Трехдверный Самаре 2 Я вообще не знал Об этом Самаре 2 Ну это 13 Ну я вот не знал Что планировали Название Название Типа кузова Тудор Двухдверный Или Коуч Постепенно Переводилось в купе И закрепилось За спортивным Двухдверным Авто С оригинальной Внешностью Но создать новый кузов Куда сложнее Чем просто уменьшить Количество дверей Подожди Именно вторым Более простым путем Пошли две Таятельнские фирмы Лада Тул И Моторика Выставив на суд публике Купе На базе Самой быстроходной Десятки ВАЗ-21106 Короче Гуглите На ютубе В интернете Везде 21106 Есть обзор Какой-то из этой машины Есть обзор В современности Не-не Она по-моему Там желтая Она по-моему Перекрашена По-моему Она какая-то белая была Там какая-то Нет А какая-то из этих машин Был такой чувак Есть такой чувак Тимон Тимон Кошарный Какая-то из этих машин Потом по-моему В раллильную Переродилась Короче Там какая-то лютая история У всех этих машин У всех этих 106 Все машины Какие-то в коллекции Какие-то где-то Ориентировочно стоят 500 тысяч рублей Блин Это очень много В те времена А сколько в долларах Кто знает Сколько 20 тысяч Где-то 20-25 Наверное Вот отсюда считай Габаритные размеры Габаритные размеры Платформы И даже контуры машины Сохранили Увеличив длину Передних дверей На 250 миллиметров Заделали небольшое Стекло треугольным В задней стойке А пространство Между ними Само определил Контур Заднего бокового стекла Ставшего Опускным Ух ты Ну это стал Этот Почти этот GT Гран-туризм Нет Как он Без центральной стойки Боже Называется Хард-топ Это почти хард-топ Тут короче Да Тут стандартный фаер Разделенный Пластиковыми накладками На почти круглые элементы Оригинальные задние фонари В сочетании С круглым С круглым Спортивного вида 106-м Лючком Заправочный Горловины Да зачем же так Вы пишете Прочтешь сходу Ладно Крутой обвес Круто выглядит Первый купе Увидел свет Осенью 99-го года На Таяцинском автосалоне Офигеть Нет Нету уже Нету уже Нету уже Таяцинского автосалона Нету Марио У нее даже люк У нее и люк И задние опускные стекла И как У нее же Спортсалон Лючок круглый Они про это же и пишут А все А все Там ничего Нет Правда Все там Такое А ну да Вот мотор Opel C20 Ну это они дофига Куда ставили И в Ниву Есть такая Нива Почему-то они вот на него Фав Фав Или фав Какая-то Давай вот сейчас это Изюминка Оснащение купе Опускные С электроприводом Боковые задние стекла Мелочь А приятно Вот это мелочь Это мелочь Сделай изумрати Нигде больше не сделали Варку там Да А вот люк В крыше Это опция Вот так вот В движении купе Практически неотличимо От обычной 106 А Обычная 106 Где ты Нет Это видимо Обычная 106 Понятно Понятно Где журнал Когда Про 106 Почему не указали Выпуск Мы бы сейчас потребовали Потребовали Тот же рыкающий Звук Капелевского мотора Ну я согласен Я вот у Вова ездил Да Ну да Выстреливающий разгон И та же уверенная тяга На низах Рулевое управление Как и у всех 206 С усилителем Тормоза в скором будущем Станут еще эффективней Задних колес Он сменил барабаном А тут что барабаны Дисковые Диски смотри Вон скоба Да Скоба Такой вариант почти готов Но вообще нет Наверное там барабан еще Блин ну какой цвет Какой цвет Ну как вы выглядите Какой цвет Какой вес Ну что тут Надо вот так показывать А Ну да Какой вид Просто вы посмотрите Как это шикарно Выглядит Куда надо И тут шеброн Так Давай Давай А Журнал долистаем Опа Чуваки Чуваки То есть тут все по классике Тут опять карбюраторы Кастрюли Уже 8 Форд Сиера Форд Сиера 88-го года Виктория 1.8 Не ремонт Форд Сиера Саня Звони Вот ремонт Ремонт Форд Сиера Праворульная японка Какая ФМ-магнитол Это конвертер Адаптер ФМ на праворульную японку Ё-моё Давай в обратную сторону А Вот кому чертеж Съемник Разбирай коробку Подшипников Пожалуйста Это кстати Помнишь Я коленвал на парше Разбирал Вот там шестерня Снимается Такой же Там что Косозубые шестерни Сениксы Сениксы А цениксы Такие же Ну там поменялось Что-то Три месяца прошло ВАЗ-21065 Это БУшка Ты чё БУшка Три тысячи долларов Шестерка стоила Это БУшка Я понимаю Или новая А новая Новая 2000 А 2001 год Ну вот Три тысячи долларов стоила БМВ БМВ М5 БМВ М5 107 тысяч В8 Ну это Е39 Б8 Ну Б8 Б8 Короче пацаны Б8 силы Так УЗ-8 тоже Б8 И Б12 Так З-8 подешевле Нет? Нет Ах На 20 тысяч подорожало За год А Б бензиновый значит Всё Да Не подожди На 20 тысяч подорожало В З-8 Ну да И стало продаваться М5 и 39 официально Офигеть Блин Ну дорого 540 подорожало На десятку Короче Самый Л7 Вообще самая дорогая 107 тысяч Самая дорогая З-8 Нет Самая дорогая Вот З-8 самая дорогая Л7 А З-8 Ах 5 85 G500 Подорожал на 20 А МГшек нету Да? Нет За год За год Так подорожал Просто Вообще А Порши 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 Пежоток есть Порши нету Ну всё Рено 19 зато 6700 Самая дешевая машина Форт Гэлокси Кстати Из-за Амара Натуре Самая дешевая Новая машина Смотри Да 6000 Форт Ка был Ну нет 7600 Шкода Фелиция В каком-то журнале Мы листали Популярная в России Шкода Фелиция Да-да-да Мы такие Нифига А что был такой Популярный Альфа Ромео GTV 34000 А вот новые машины Отечественные Ну тут знаешь Это пропали 166 Альфа пропала Нету Видишь Меньше машин В целом стало Но появились 46 330i 43000 На М54 Достойно Это Супертач Какой-нибудь Все-таки Тормоза Да Скорый видос Про тормоза Спойлер Или он уже вышел А? Я тут наверное вышел Или нет Ты пофиг Ладно Листаем дальше О да Сейчас быстро 11000 пробега Паши трещины На кузове На стаканах На стаканах Смотри Ооо Давай Давай А тут они как делают Пацаны Какая-то бабка Там что-то сделала Пацан Просто Болгарки пильнул Кузов металля обезжиривает И грунтует В анафа Не катафорезный А нафорезный А нафорезный Это самое фиговое А катафорез Это же круто Да Это все более современное Деуланос Кстати у азика Катфорезная Появилась 2014 Ёмай Или 15 Короче Деуланос Ооо Тойота Карина Ну наверное Пулярная была Любители есть Ну да Что ломает Башмаки Давай башмаки Ооо Ралли Ралли Опа Вот это кстати интересно Доработка двигателя Видимо под ралли Распредвалы ОКБ Распредвалы Показаны в таблице Для сравнения Блин Это в натуре Сейчас хер такую информацию Ты такую не найдешь Тут у тебя Крутящий момент Это то и сё Запасные опережения Зажигания Серийные НПФ Мастер мотор Распределительные валы Это кладезь инфы Конечно Кладезь да Модернизация Модернизация десятки Так номер было Два года прошло Это третий год модернизации Что мы сделали Так Указатели поворота Термостат Фары Рулевой механизм Коробедач Уплотнители Указатель боковой Рамка стекла Бензобак А что вы сделали Рамка стекла Рамка переднего Уплотнитель стекла Сегодня зарубежную оптику Не применяют Также разработана Конструкция гидроусилит На базе известного ЗТФ Он будет стоить Примерно 500 долларов Макс Фига себе Сегодня зарубежную оптику Не применяют Устанавливают Отечественные фары СП Бош Рязань Или сделанные В киржаче Главное Отечественная Бош Какой? Первые 20 В машине 6 лет Уже Ее модернизируют И 7 Ой 5 5 5 Нет Что? В том же 98 году Унеделен бензобак Отличающий от прежнего Геометрии Технологии сварки Круто Не, ну круто У него бензобак Январь 5.1 Что? Ну круто Круто АБС Да это Даже В рамках Антимонопольной Про Программы Помимо термостатов Короче Неинтересно Да Так Ну пока У АБС Те же проблемы Что у гидроусилит Не хватает средств Для освоения Производства Ну как всегда У них никогда Средств не хватает Да Вот смотри То есть люди задают Какие шины По своим эксплуатационным качествам Напрямую Подожди Напрямую Задут вопрос Автовазу И газу Да Напрямую Какие шины По своим эксплуатационным качествам Лучше всего подходят Для Нивы Как всесезонные ВЫЛОИ-10 Хотя ныне Продажа немало Различных шин Но наиболее универсальные ВЫЛОИ-10 Вы ездили вообще на них Не ВЫЛОИ-10 Это которые не зубастые А блин Которая запаска лежит Я понял Что это какая-то фигня Мужик Блин По-моему Это мужик и старее Это актер Я понимаю Мужик и старее Где-то недавно видел Такой же Опять Манол СКТ СКТ Но это же Федерал Могу По-моему Нет Федерал Могу Горста Да пофиг Короче Круто Круто что Это крутое Копание в истории Вот в этой всей Охахах Бензонасосы Жиговские Короче 25 лет прошло Проблемы те же Да Цены Что тогда были огромные Что сейчас они огромные Мне интересно Сзади было Что будет в следующем номере В апрельском номере Что это скучно Ситроенки Нивы опять Бесконечно Вот тут Весь здесь за рулем Это Нивы Десятка Десятка Нивы Нивы Короче Все Короче Вот такой журнальчик Шеврон Шеврон там сзади Ну Лада Купе Да Достойно Наши почтения Это конечно интересно Все Всем пока Ставьте лайки Что так быстро А что нет Ставьте не лайки Пишите комментарии Как вам вообще Серия этих видосов Какие коррективы Какие замечания Какие замечания Затравочка Затравочка Да Вот Какие комментарии Какие Что пишите Говорите Присылайте журналы Надо Давайте про 106 Найдем Выпуски еще Надо про 106 А ну именно про 106 Не купе Про 106 Они по-моему все Купают 66 Нет Нет Короче про 106 Давайте журналы Про 106 Там просто Куперский мотор Подрамник Другая В целом Не знаю Для меня Просто Я вот сколько Про него видел Для меня Прям легендарная Тачка В том плане Что уникальный Какой-то проект Там еще Есть какая-то У них На базе Двенашки Да Что там есть Во-первых Не знаю Мне вот очень нравится Есть в каком-то журнале Мне очень нравится Как она выглядит Хренски Есть в каком-то журнале Есть в каком-то журнале От газа Внедорожник Огромный Свой разработки Какая-то нам индекс Не помню как называется В каком-то где-то есть Выглядит Очень красиво Да То есть Он У него морда У него решетка такая Типа а-ля Я не знаю Как сейчас Даже как сейчас Если смотреть А-ля какой-нибудь Хаммер Не хаммер Не даже не хаммер Какой-нибудь китаец Такая много хрома Решетка То есть Это 90-е Там какой-то год Офигеть То есть А нет Наверное Начало 2000 Ну не суть Потому что Салон как проработан Сделан Какие дверные карты На ходу тачка Агрегаты Понятно Там все Тоже сам полноприводное Ну понятно Ну оно и ладно И все равно Блин Ну как круто Вот резюмируя Первые два выпуска Могу сказать Какие были Вот да Прикольные всякие Разработки Какие-то штуки Даже самая Очень много Это Симба Надежда Ну даже Не такие Про Надежду Есть тоже в журналах Есть там Я это видел Красивый какой-то Разворот с ней Да Вот как мы ее делаем Потом как мы ее Исправляем Даже из Ода Вот я Прикольно же Крутые Круто Круто Своя Блин столько всего Своя раздача Да Своя привода Своя редуктор Это моя Блинка летает Ну-ка летает Ну не важно Ты понял Ой ладно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Я Денис Иван Максим Есть про 99 Про 11 На агрегатах Тарзан Да Тарзан Ну а ну все Тарзан 99 11 На агрегатах Полноприводного Синхра Гольфа Да Короче пишите Что вам интересно Ставьте лайки Подписывайтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok